Диалог бизнеса и образования состоялся в Уральске. Профессиональные технические лицеи подготовили своеобразную выставку знаний и умений, на которые они пригласили глав промышленных и строительных компаний. Каковы требования работодателей и могут ли сегодня учебные заведения готовить действительно квалифицированные рабочие кадры? Расскажет Батагос Базарбаева. В регионе, как и во всей стране, дефицит рабочих кадров. В свободной вакансии квалифицированных сварщиков, каменщиков, электромонтажников, фрезеровщиков и проектировщиков. Между тем, только в текущем году профтехлицеи приняли свыше 7 тысяч студентов. Как выясняется, треть выпускников по своей специальности не работают. А навыки тех, кто идет работать, в большинстве случаев работодатели не удовлетворяют. Должна быть тесная связь, потому что теория, которая преподается в стенах колледжа, это одно, а практические занятия совсем другое. И даже та практика, которая находится в стенах колледжа, она разительно отличается от того, что находится на строительных объектах. Решение проблемы в системе дуального образования. Технические кадры в области готовят 38 колледжей. 14 из них уже заключили соглашение с профильными предприятиями и открыли у себя мастерские с современным оборудованием, где будущих рабочих учат сами заводчане. Сварщик, который работает на заводе, он задает аттестацию, получает допуски к определенным видам сварки. И мы стараемся максимально приблизить своего студента к этим условиям, заводским. Именно на заводах, которые с высокотехнологичным оборудованием работают. К примеру, студенты колледжа информационных технологий в этом году обучаются на базе сразу двух предприятий. Причем на практику отводится 4 из 6 учебных дней. Мы их привлекаем к разработке учебных планов, по внедрению, скажем, или ознакомлению с новым оборудованием, которое сейчас приходит на эти предприятия. Также они принимают участие на экзаменах, в частности, по экзамену оценки качества профессиональной готовности учащихся. И участвуют в оценке в аттестации выпускных работ. После всех этих практических навыков все 150 выпускников следующего года обязательно устроятся на работу по специальности, уверены в колледже. Такой вот результат диалога бизнеса и образования. Бутагос Базарбаева, Руслан Мурзагалиев, Уральск.